Вечер Доты Тайдхантер пикается Эмпайр А Рубиком отвечают Эклипсия, ну точнее наоборот Рубика пикает Эклипсия, а отвечают Тайдхантером И Джакира Эмпайр Именно такого был порядок В бане Темпларка Инвокер, Бэтрайдер И Дарксир в бане от Эмпайр Ну То что есть Рубик и есть Тайдхантер У врагов, с одной стороны хорошо С другой стороны не очень, потому что когда Есть у врагов Тайдхантер, это не очень хорошая Новость, а когда у тебя есть Рубик Это так смягчает Обстоятельства, потому что если Рубик сможет Своровать у Тайдхантера Ревэйдж, то это может быть Очень и очень неприятно Для Империи Боже, что я сейчас несу вообще Блё, бля, длё Для Империи Виномансер Баунтихантер и Виномансер Акашу допикивают Эмпайр Судя по всему эти ребята на второй стадии Собрались брать Нагу, но если её не забанят То можно писать ГГ Я думаю, Эклипсия Понимает Вообще на второй стадии ещё Виспа Сти не могут взять И тогда вообще будет Бородище жесточайшее Много чего можно взять До хрена чего И Нага Не в бане Артстайл Просто Молниеносно банят Сент Кинг, Брюмастер, Энигма Всё Отстрелялся Балава, наверное, даже думает Боже, как он так быстро Жесть Не особо думая Так, ну что за бред Боже, как он так быстро Так, все, ребят, извиняюсь За небольшую тишину Все, потом вернемся Драгонайт и Фурион Пикает с Эклипсией Шторм и Вивер у Эмпайр Ого, слушайте, а я-то думал Эмпайр возьмет там какого-нибудь Виспа Ну, ладно, ладно, окей Я там не доглядел, кстати, какие там баны были До конца, потому что тут Пару слов нужно было опять с организаторами Пообщаться Габлак, скандал Скандал Акаша Блава На Вивере, Габлак Джакира, Сайлент Тайт Хантер И Фаник Шторм Мак Баунти Хантер Джакал На Драгонайт и Анстап Рубик Артстайл Фурион Ну и Виталик Он же Дубас Виномансер Протекшен Для Хардлайна, в принципе, Вивер Очень неплохо подходит Ну, что-то Что-то пока еще не ясно Что Вивер вообще будет там Стоять соло Неужели они будут стоять там Триплой С Вивером Нет, Артстайл Артстайл не на ДК Тут уже в чате Нет, Артстайл не на ДК Продолжение следует... Такая тишина Ну, что, Крепстата на боковой панели Поехали Рубик Против Акаши Ну, тут довольно 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 интересно будет Еще более интересно будет На Хардлайне Поэтому переключаться на мид будем Только в самые интересные моменты Ну, походу, тут уже Изначально скандал дает Понять Санстапу Что Особо он тут не покрипится Шадоу Страйк Тычка Тычка Ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой-ой Очень жестко продамаживает Прям Мега агрессия идет Нужно будет походу Нет, ладно Тут не придется хилку тратить Сейчас Вот сейчас уже можно Я уж подумал Неужели его Шадоу Страйк Убьет На топе мага Тоже напрягают По максимуму 7-3 2-0 Только По антихантера Тяжеловато Тяжеловато На лайнах А здесь Цепанули Габлака И Артстайл Вместе с Дубасом Давай-давай-давай Хорош Делает тут все-таки Дубас Ферсблат Ну, пришел Тайтхантер Не успел Сайлент немного Габлак что-то Подзагулял Габлак, судя по всему Хотел прийти на мид Сделать ферсблат Но тут его перехватили Получилось довольно-таки Четко Маг Возвращается На лайн И походу Маг Маг отъехал Как? Каким образом? Лол Прям в эту секунду Когда убивали Габлака Убили мага Если бы Габлак Чуть дольше прожил Может быть Ферсблат бы сделал Как раз-таки фаник Обалдеть Безцентричников Как это так Получается-то? Надо поосторожней Магу, конечно Поосторожней Иначе Шторм и так Очень силен Но вот еще Если ему фидить То это беда Один на один Можно от него И не умирать Скандал То ли он думает Что Анстап Пойдет хилиться И хочет его В этот момент Перехватить То ли чего Но тут Наверное Сейчас Бутыль Ааа Курьера ждет Скандал Ждет Курьера И не собирается Уходить Ведь Анстап По-любому Уже должен его Нафармить Этот ботал И как раз Именно этого Скандал Хладнокровно Выжидает И посмотрите Ведь сейчас Ведь дождется Дождался Опа Курьер Опа Тычка Опа Нет Курьера 175 голды Улетает в карман Команды Эмпайр Причем Всем ребятам Нормально Так нормально А Анстап Выходит По-моему Довольно таки Далеко Сейчас Если Блинк Шадоустрайк Блинк Шадоустрайк Тычка Еще одну тычку Он 100% труп Также можно Еще одну тычку Сделать Скандал Проедает Танго Игра Да ты что Да ты что Ай Фласочка Отхилился Вот это жесть Благо Фласка Бала У Скандала И он выжил Ну Тауэр Очень больно Прижигает Армора Тут всего 2 Поэтому Въезжают Тычки Очень больнючие Снизу Разбираются Опять с Габлаком Если сейчас Еще Джакал Джакал Выживет То вообще Было бы По-царски Но Джакал Джакал Отхиливается Сайлент Гаш Сенчер Смэш Гаш Другого Дубаса Тоже забирает И в итоге 2 в 1 Общий размен Получился На этой Трипле Перелетел Фордстайл Тычка Генчер Смэш Да И тот Побитый И этот Побитый Но ни того Ни другого Убить не удалось ТП Ну и у него Вроде есть Деньги Узай Тенчер Смэш На Гаш Маны Не хватает Дерется до конца Отъедет Конечно Здесь Сайлент Но должен Отъехать Да Сайлент Отъезжает Продувочка Его здесь Забрали И попытка Нападать На Джакала Габлак Сейчас Сайспатчем Не Под Тауэр Не полезут На миде Просто Невероятно Сложно Стоять Анстапу Акаша Получила Преимущество И давит Его Давит Давит До конца Фейтболт Скрим Юзайца Блинкаут И прячется Под инвиз Еще и похилился Сейчас еще Можно Артстайлу Напинать Неслабо Шадол Страйк И Блинкаут Максимум Что может сделать Сейчас Скандал Либо отойти Похилиться Уж потом Нападать Да Он именно Это и будет Делать Так Вытягивает Мага Прямо Под тауэром В наглую С достами Тут конечно У мага Беда И у Онста Победа Все линии Просто слиты Тут конечно Опять Пошел Карнавал Но Эмпайр Не дают Слабину Ни в одной Игре Практически 5 минут Игры Счет 3-8 Трубик Уже Два раза Отъехал Баунти Хантер Тоже Два раза Отъехал Здесь 0-1 Правда Габлака Два раза Убили Причем Первый раз Убили Это ФБ Было Тейтхантер 5 Ты Левел Артстайл В Мидас Идет Как Как Скоро Купит Неясно Хасту Виновация Законтролил Скандал Остается Без руны Это Кстати Очень и очень Очень и очень Полезный Мув Сейчас был Со стороны Дубаса Если бы Дальше 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 Вешает Медаль Кутычки Очень Жесткие Въезжают Двойная Тычка И С Инвиза Удар Получает Стан Блава Под Инвиза Может Конечно Догнать Но Это Будет Слишком Очень Слишком Очень Опасно Именно Так Отхиливается С бутыля Он Тут Кстати Говоря Пытался Артстайла Найти Но Тут Под Тауэром И Вылазить Желания Не Имеет Будет С ТП Уходить Сейчас Телепортация Откатит И Свалит Тэкхантера Жестко Получилось Зафокусить Не Дали ему Вообще Ничего Нажать И В итоге Убили В ноль Фурион ТП Аут Ну Маг Прилетел На Ганг Треки У него Есть По идее Тут Драгон Найта Ульта В Кулдауне Если дождаться Ульты Драгон Найта Чтоб он Нормально Мог Подстанеть У Вивера 970 ХП А у Мак Вилла И Виталити Бустер Очень Плотненький Вивера Так просто Не взять Через Медальку Мак Виллу Регенерация Маны Очень Неплохая Пока Вот он Сейчас Фармит Маны Регенятся И как раз На Файт Хватит На Миди Тауэр Падает Ворчет Судя по всему Будет Фармить Фаник Купил Себе Маску Ну не факт Конечно Что Ворчет Но Было бы Неплохо Посмотрим Что он Купит Максит Вортекс Бомбочку И пассивку Бомбочку На раз И пассивку Как мы видим Тоже Максит Начинает Тауэр Крипы Сломали Так Мак Под инвизом Видит Видит Фаника Ну что Они ему Сделают Они ему Ничего Сделать Не смогут Одно Только То Что Хотя бы Хотя бы Теперь Фаник Не сможет Напасть Артстайл Получил Там Вижен И быстренько Отошел Устап Но Ребят Я вам так скажу Нельзя судить О команде Которая Шпилит Против Эмпайр Ну Блин Им еще Прилично Так сказать Нужно Стараться Ладно Про это Мы попозже Поговорим Тут Веномансера Разорвали На части Эмпайр Очень сильный И если так Говорить Эмпайр Выигрывали И виртус Про Выигрывали И там Не знаю Кого И аэль Выигрывали И выигрывали Их тоже С довольно Большим Таким Преимуществом И ничего То есть Это дело Такое Эмпайр Очень сильны Среди всех Новоявленных Миксов Они очень сильны Так Треки висят На ультимейт Маны не хватает Но этот ультимейт И не понадобится Потому что он Тупо даже нажать Не успеет Убили По-быстренькому Байбекается Блават Убивает Рубика Скандал Тычка Да ладно Фура ульта Еще прокатывается Очередной килл Ребята под треком Если сделают Еще пару таких киллов Они восстановят Упущенная Но Виномансер Не выживает Виномансер Два раза по-моему За эту За этот файт Умер Воскресился Пришел Снова умер Байбек был Нет Он так воскресился Родстайла убивают Байбек же Да Был Да От главы был Байбек И он его окупил Просто сделал 2 килла Посмотрим на что Потратит денежку 1200 золота У него в кармане На байбек Потратил 400 Окупил его Сразу же с 2 киллов 5 сотен Заработал Плюс Экспам Против Эмпайр Сложно Что-либо Противопоставить Тут ребята Все скилловые И Единственное Что им Не хватало Это Так сказать Сыграться Друг с другом А теперь Они уже Еще и сыгрались Довольно Гель зацепил Нет не зацепил Но все равно Успели убить Сайлент Сайлент выживет ТП аут Очень вовремя Рывач У него кстати говоря Есть Но В файте Почему то Не стал Юзать Это что такое Габлак Выжидает Артстайл Ну Медас он сделал Ворчит Фармит Теперь 2 робы Купил Здесь 1902 Ксаря Практически Блава Денежку Почему то Не тратит Неужели он Хочет На что то Серьезное Накопить Типа Не знаю Может он Хочет Купить себе Тараску Или Это будет Все таки Радик Так Тут в лесу Габлак Загулял Габлак Сегодня Больше всех Фидит И что то Как то По перебору 0.5 У него Статистика Что то Игра Не идет У габлака Это мягко говоря Игра не идет 0.5 Это уже Перебор Учитывая Что всего 11 киллов То есть Половина У них Ну он Суппорт В принципе Ой 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 В панике В панике Упрыгивает Тут 75 Маны Стоит Чтобы Прыгнуть А тут 56 То есть Запас Маны Здесь меньше Он же 58 Что то Купил ПТ поставил На ловкости 67 Ставишь на Интеллект Больше Балава Димон Эйдж Покупает Вот так Я уж подумал Ну Димон Эйдж Это тоже Зачаток Не самого Дешевого Дешевого Айтема Там МКБ Скорее всего Вряд ли Это будет Дейдалус Но неважно И то и то Не очень дешево Стоит Экономику Даже смотреть Страшно 7.5 Ну Не прям Совсем Прям уж Так страшно Но опять же Преимущество Что то стабильно Растет И через минут Так 10 Преимущество Уже будет Огромное Но фура С Мидасом Плюс то что Это как бы Фура Может быть Как то получится Затянуть Под сплит Пушить Сзади Заходит Фаник Гаш Тайтхантер Готов Юзать Ревэдж Хороший момент Заюзать Ревэдж Но что то Его подстанили Ревэдж Не юзать Прожимает Ревэдж Воруется Ревэдж В ответ Юзается Хорошо Вот об этом Я и говорил Анстаб Сейчас не сплоховал Виномансер Скастовывает Ультимейт Глава Вынужден Ультимейт Протыкивать И все равно Файт Возвращаться Довольно опасно Посмотрите Какой побитый Фаник Фаник Тоже умирает Хорошо Там Ульт Виномансера Просто шикарно Вошел 2 в 2 В итоге Размен Побежали за Габлаком И Габлака Накрывают под треками А это же куча денег Прибегает сюда Скандал Минусует сразу Артстайла Соник Вейв Анстаб Отъезжает И мага Начинает бить Скандал Маг прячется Под инвиз Но тут Сентри Он все равно Просто уходит Да Хороший получился Файт В принципе Что от одной Что от другой Команды Ну немножко Конечно Не дотянули Эклипсия Все таки То что они В начале игры Там знатно Подфидели Это решает Если бы Преимущество Не было Столь большим Могли бы Этот файт Даже легко Выиграть Ну я опять же Говорю что По сути Я считаю Что этот файт Выиграли Эклипсия Я думал Что размен Будет 5 в 0 А они Смогли Разменяться Всего лишь В разницу В одного героя Так Маг Тут с горем Пополам Выживает Тауэр Задинали И маг ТП Ай-яй-яй-яй-яй-яй Как же прочел Здесь скандал Зателепортился Блинк Скрима Баунтихантер За ТП Что-то не успевает По идее Туда мог прыгнуть Так же Шторм Прыгнуть И поставить Бомбочку Ведь Баунтихантер То юзает ТП И соответственно Ее уже видно Как он юзает ТП Прыжок Бомбочка Тычка Кил Но почему-то Он не стал Этого делать Он дениал Тауэр А вот Квапан Прибежала и убила. Так. Убивает еще он стапа. Ребят, уже не остановить. Да. Если так Драгон Найта разложили, то я представляю, что будет с любым другим. Тут уже практически МКБ доделано. Тут уже Орчет близится. Здесь, ну, здесь, естественно, ничего. А, Орчет уже готов. И здесь Орчет скоро будет. Нормас. Два Орчета на команду. Довольно быстрых Орчета, кстати говоря, очень будет неприятно. Здесь тоже Орчет, кстати. Будет когда-нибудь. Уже осталось-то нас чуть-чуть дофармить. Так, Сайлен сразу ТП Аут. Не успевает, не успевает закинуть. Полетел, полетел. Шурикен. Его выделить нельзя. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. Бам, бам. А, окей. Не задамажило. Ну и ладно. Не отпускают Мага. Сайленс на нем висит. Сейчас Орчет задамажит. И это минус Маг. А, Рубик. Рубик почему-то ничего не своровал. Нажал на него телекинез, а своровать не своровал ничего. Так, скандал под инвизом. Маны у него не особо много. Но тут, да, тут нападать не вариант. Что он стырил? Бомбочку стырил. Это не очень хорошая обилка. Так, на топе. Драгонайт в наглую там стоял, что-то пытался пушить. В итоге все-таки решил помочь тиммейтам. Прожимает Сулринг. Продучку даст. Скандал. Мага отпускать не собирается. Вешается Орчет. Скрим. Еще буквально пару тычек. Но тут на самом деле скорее всего Шадоу Страйк добьет. Но он ТП должен прожать. Иначе его Шадоу Страйк... Нет, не добьет Шадоу Страйк. Нормально все. Все нормально. На Рошана клацают. Два Живелина на базе. Все нормально. Можно купить себе МКБ. Хм-хм-хм. Два Живелина на базе. Твою дивизию. Так. Извиняюсь, ребят. Опять меня отвлекают. Да. И Мага порвали. Прилетает с Арт Стайл. Ой, боже, капец. Арт Стайла вообще. Ну там, да, там Вивер уже с МКБ. Хайстан успеет. Нет, не успевает завязать стан. И Блава без вариантов уходит. Но Блава с Аегисом, с МКБ. Он под этой медалькой любого разносит за секунду. Мы только что в этом убедились. Когда он Арт Стайла разнес в пух и прах. Да, Орчет, конечно, крутая штука. Виверу закинуть Орчет и попытаться его по фасту забрить. Но тут тиммейты, которые тоже как бы на месте не стоят. И поддержат его моментально. Так, я сейчас еще попробую. Да ладно, с сотого раза все-таки, да? Все-таки зашибись. What the fuck, где звук? Это у меня, у меня. Долбаные звуки. Так. Так. Боже, все, все, все. Все, ребята, не ругайтесь на меня. Я все. Теперь я уже на месте. Слушайте, я когда от этого отвлекаюсь от игры, каким-то образом Эклипсия делает киллы. Может мне еще пару раз отвлечься и того и глядишь, Эклипсия выигрывает. Будет третья игра. Так, я тут вроде ненадолго отлучался, но все же давайте пройдемся по айтемам. Орчет у артстайла появился. Какие-никакие уже айтемы есть. Здесь почти БКБ. Артстайл не туда блинкнулся. Не туда. Это он с телепорта, да, прилетел. Думает, боже, вот прилетел. Он хотел, наверное, тут пофармить. Думал, типа, ну вот. Кто тут эншотов будет фармить? Наверное, никто. Решил сам пофармить. В итоге его там скандал нашел. Скандала. Орчет, поинт бустер, 2000 золота. Здесь персиференс и поинт бустер. Делается блатстоун. До которого, в принципе, осталось немного. Вот блава, ласт хитит тавер. Прыжок. Юзается ревет. Шот Виномансеру нельзя давать раскастовываться. А Виномансеру дали ультануть. И теперь фаник проседает. Орчет у него. Есть возможность повесить. Вешает. Блава разносит. Очень больно. Блава ультимейт. Успеет прожать. Ай-яй-яй. Орчет сейчас еще задамажит. Нет, все-таки не получилось. Но он ультой, на самом деле, не так уж много себе. И вернул хп, убивая от мага. Если бы он смог тычку отвешать или шурикен кинуть. Походу, тоже не мог никак это сделать. Файт шел без скандала. То есть это... Ребята выигрывают файты без скандала. Тут шакал. Доделал себе БКБ. Готов к бою. Версут какой айфон используешь? У меня нет айфона. Никакой. И как-то нет желания даже его иметь, если честно. Не вижу смысла. Ну, как минимум мне он не нужен. Может быть там потом когда-нибудь будет смысл его покупать. На данный момент в нем не нуждаюсь. Звук из доты пропадает иногда, ребят. Вы не паникуйте. У вас все нормально. Звук из доты иногда пропадает, когда я нажимаю свернуться. Типа, ой, габлака тут опять начинает жестко фокусить. Габлака в этой игре прям вообще не любят. Его фокусят нон-стоп. Ну да, он суппорт. Его проще всего убить. Один в один размен. Байбекается там маг. Но тут убили еще и артстайла. Кстати, блова. Посмотрите, какой пробитый ультимейт он. Ультимейт он почему-то не прожжал. Вот нажимает ультимейт. Возвращает себе буквально тут сотню с лихом хп. Но все равно он очень побитый. Тычку шурикен, но под сайленсом. Конечно, ничего из этого не заюзать. Блавун он стоп хилит урной. Аегис он так и не потерял. Но Аегис скоро из него так выпадет. Так что желательно было бы уже его профукать. Джиджи пишет артстайл. Ну это Эмпайр. Как я и говорил, с ними очень сложно. Посмотрим, как Эклипсия будут дальше выступать. Но против Эмпайр, конечно, шансы крайне маленькие.